Творческая студия позитивного мышления, сила позитивной мысли, Татьяна Салмановна Мактум, Сайфудин. Я на моей кухне, в моем таком гранд-ресторанте, готовлю для себя такой эксклюзивный ужин, как в этих мишленах-мишленах. С вами Вербхай, Плажите, в список из 10 самых дорогих людей в мире. Погнали! Номер 10. Пицца Рояль 007. Стоимость 4200 долларов. Давайте начнем наш список с невероятной пиццы, которую вы никогда не найдете в виде необычных пиццерий. В 2006 году шеф-повар шотландского города Глазго Деминика Кролла придумал рецепт пиццы, предназначенной в качестве еды Катню Смитова Валентина. Он назвал эту пиццу Рояль 007. Непонятно, почему он назвал ее в честь фильма про Джеймса Бунда. Возможно, потому что для того, чтобы найти все ингредиенты для пиццы, нужно быть таким же первоклассным шпионом, как бонд. В состав пиццы входит черная икра, маринованная в дорогом шампанском, копченый шотландский лосось и лобстера, маринованные в самом лучшем французском коньяке, который только можно найти. Более того, перед подачей на стол гостям, Деминика посыпает эту пиццу стружкой из серебного золота в 24 карата. К счастью, все банты намерены, поскольку эти деньги... Ну что, эксклюзивное такое блюдо для себя. Для такой ужин, как в Парижах, я приготовила. Сейчас пойду в мой балконе кушать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ох, ресторан. La Cafe The Beauty, творческая студия позитивного мышления. Здесь много что нужно переставить. Переставить, вот еще чай заварю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... С вами я, Татьяна Салмановна Мактум, Сайфудин, моя творческая программа, моя творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. Продолжение следует... Продолжение следует... Приготовить такой эксклюзивный ужин, как в Парижах. Такой салат. Эксклюзивный салат. Макарошки, свежий огурчик, вареные макарошки, соевое мясо, имитированная черная икра. Подсолнечное масло, немножко соли. Продолжение следует... Так... Технические вопросы... Продолжение следует... 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 Где была эта штучка? Где была эта штучка? Где была эта штучка? будет красиво, еще поясом, помню, или так, или так будет хорошо, сейчас посмотрю, так будет хорошо, или еще поясом, так это красиво сделать, ах, еще духи, ах, я зауманна, да, еще духами надо, ах, ля пориш, ля пориш. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ножки красиво, нужно как-то вот здесь, в общем, вот так, подумала, может, с кардиганом будет, ну, потому что немножко жарковато, да, хотя нужно, наверное, кардиган скинуть, пока, знаете, не такая, не так, или как-то как-нибудь вот так вот ротически, вот так вот супер ротически, так-то будет красиво, знаете, как-то вот так. Ну что, очень интересуюсь различными, как говорится, как живут богатые, знаменитые, знаете, мы же хотели с вами обсудить эту тему, как вообще, ну, как живут вообще миллиардеры, знаете, это такая интересная тема. Иногда периодически, ну, не так часто, но просматривать, знаете, эти полеты, эти первым классным бизнес-классом, эти частные самолеты, яхты, дорогие, самые дорогие блюда в мире, самые дорогие рестораны, так что вот. Вы обратили внимание, да, это пицца, ох, да, роял, сколько она там стоит, эти ингредиенты, ну, конечно, знаете, там эти креветки с этот, салмон, вот чего там, какая-то чёрная икра вымоченная, знаете, салмон в этом каком-то дорогом шампанском, это пицца, пицца рояль Агент Тоннах 7. Ну, Татьяна Салмана тоже стремится соответствовать этим лучшим ресторанам в мире. В общем, свои такие блюда изобретает в кафе-ресторанте, ну, вы понимаете, да, из тех доступных ингредиентов, которые Татьяна Салмана покупает в магазине Семишак. Чаёк немножко надо будет, сейчас ещё туда горяченького, водички. Кстати, вот сделала вот это вот всё, отварила макарошки с твоего мяса, немножко посолила, потому что вот, ну, знаете, такие секретные, секретные ингредиенты. А ещё здесь немножко кетчупа, кетчупа есть, кетчуп шашлычный, по банджету. И, знаете, так всё и посолила, и вот это всё так вот на глаз, на глаз я, в общем, просто так вот, как-то вот. Ещё не пробовала, знаете, вот быстренько, быстренько всё-то приготовила. В смысле, сольки на глаз, в общем, как говорится, маслица. На самом деле это видео съёмки, тут так я одно видео засняла, а потом думаю, как и шоу, а пару видео, он мне не заснялось, так что, вот. поэтому сейчас я на длинные видео не ставлю, потому что у меня огромное количество видео в моем ноутбуке, вот, там мне нужно еще другую флешку перезагрузить а так два видео не заснялось, поэтому я делаю такие сейчас фишо, что-то как-то у меня немножко, знаете, если эта видеокамера, как я не засняла, я думала, я бы снимала на стиле, она взяла два видео, я просто не засняла эту видеокамеру а так, конечно, в таком режиме, я вообще люблю большие видео снимать, знаете, уже села, как-то книжки из моей библиотеки, читаю, рассуждаю, это фильм, в общем, там, философскую, вот, кушаю, как-то, знаете, как-то это было здесь самое главное же, насладиться с собой жизнью, летним шикарным ох, the white night in Санкт-Петербург шикарная погода, ни жарко, ни холодно, в общем, это свежий воздух, my balcony, вот так, что так немножко быстренько, знаете, это матрица успеха прочитала, они требуют такого осмысления, потому что если быстренько прошлась, потом сюда зафотографировала, а там как пишут, нужно почитать и подумать, понимаете, меньше читайте, больше думайте, вот такие вот дела конечно, сюда бы еще хорошо салат, салат из помидорок, вот, и немножко, конечно, здесь этот мой такой сел требует ну, будет соевого соуса немножко майонезика ну, как там Наталья Правдина пишет, что входила в образ миллионера, представляла, что дымится у нее сигары, выписывала, в общем, там, это чеки, не чеки, а оплачивала там, считали, а, это вам парамерику напишут, ну, чеки там выписывала ну, что вот, здесь тоже, знаете, можно представить, что, знаете, какая она такая, ну, не знаю, хотела бы я пиццу рояль заказать мне бы сказать, скорее всего, все это за такие деньги, сколько там, около четырех, сколько там это, сколько она там стоит, эта пицца, знаете, это можно столько банок черной икры купить, столько банок красной икры, вообще столько этого салмона купить, этих креветок, что, в общем, вы поняли, да? Так что, вот, а привлекла она меня, конечно, ингредиентами там такие любимые ингредиенты, да и пиццу я люблю я люблю В общем, ориентир нужно сделать, Татьяна Салмановна, но наслаждаться, наслаждаться, вот, небо, такое сегодня даже без облаков небо, небо, летний вечер, лайт-надь, вечер, шикарный салат, насладиться с собой, великолепно, воду сегодня горячую дали чуть раньше, ну, потому что вчера ее не подключила, вот, вчера ее не было, этой воды, подключила к сегодня. Как их в этих лучших ресторанах, не только еда, но еще и атмосфера. И атмосфера. И атмосфера. Я бы, конечно, вместо соевого мяса, кушала бы лобстеры, омары, креветки, черную-красную икру. Котик пытался меня убедить шеф-повар, я помню, мы ходили в этот, в ресторан Азу, Перри, Перри был совладельцем ресторана Азу, в Коннектику, в Эсхарскуде. Вот. И там, я говорю, какая рыба, я хочу рыбу. Первый раз я узнала такая рыба Сибас, я даже не знаю, как это по-русски называется. Меня уверяли, что там шалмона нет, но Сибас. Я говорю, какая там, какая у него там рыба, они говорят, вот Сибас, это что такое, эксклюзив, это белая рыба, white, это белая рыба. Хоть они пытались меня убедить, я там кушала, она еще нормальная, знаете, такая вкусная, в принципе. И вот. Я поняла, что вроде какая-то такая должна быть элитная это Сибас. Но не смогла, даже в таком хорошем ресторане, как-то вот, неоднократно я ее делала, эту рыбу, но они не смогли меня убедить, что это Сибас лучше, чем салмон, креветки, лобстеры и омары. Так что вот. Ну, это когда этого ничего нету, и говоришь там, что у вас из рыбных блюд. Вот. А они говорят Сибас. Ну, а что делать? Я говорю, ну, хорошо несите, в принципе, она хорошая рыба. Вот. Ну, лучше, лучше, знаете, лобстеры, черная, красная икра, клубника, лучше органик, черника. Ну, конечно, десерт. Десерт у них шикарный, десерт шикарный. Вы верните домой. Так что вот. Съем я его утром с этим органик кофе. Я даже не поняла, в эти моменты жизни, вообще период моей жизни, я писала книгу «Это шикарный дом», замужем за «Доктором американским», «Пэй Максилом Данским». Продолжение у себя ко мне шикарно. Знаете, в эти моменты, правда, мы не очень с ним часто ходили, но раз в неделю мы с ним ходили в рестораны. «Гранц», «Вазул», «Врико», потом «Гинза». Вот эти четыре ресторана. Примерно где-то четыре раза каждую неделю мы ходили в один из этих ресторанов. И обычно мы ездим, ну и на «Хаммер» ездили, и на «Мерстотейс». Обычно, знаете, вот, выйдешь из ресторана, сядешь в машину, «Пэйри» за рулем, сядешь в машину и домой. Домой едем в дом, знаете, вот, после ресторана, знаете, вот, знаете, шикарный ресторан и обслуживание такое. все вот это вот. Думаешь, Америка, вообще, то есть, в общем, как-то, как-то вот это. Я даже не знаю, Татьяна Салмановна, я вот сейчас вот, я просто пытаюсь перекрутить, это было очень много лет назад. Я в Америке жила с 2004 по 2008 год. Вот. Я даже не знаю, интересно, я вот считала, что жизнь удала. Это был 2004, 2005, 2006 и половина 2007 года. Вот. Как раз до того момента, как я подписала, как подписала я печать мою книгу «Тайная психология денег, секреты богатства и процветания». Ну, об этом я уже говорила. В общем, так вот. Так что, вот, это как-то вот так вот, Сан-Фауло очень интересно, очень интересно. Кто бы мог подумать, что, знаете, вот этот вот, 10 июня 2021 год. 22 часа и 20 минут. Most good time. Most good time. Татьяна Салмановна, ну, нет, ну, конечно, нужно наслаждаться. Знаете, как говорила, как учат вообще Дао, как учат Дао, быть здесь сейчас, наслаждаться тем, что есть. Так что, вот, я вот все думаю, какие такие мои мысли и подсознательные мысли, установки повлияли на то, что теперь через, знаете, через много-много лет, сколько лет прошло. Мне, блядь, присылают на мой телефон Тинькофф Бэнк, please, 550 рублей, please, we have no time, we have no time. По моей карточке, у меня кредитная карта на 7000 рублей, Бэнк Тинькофф. Вот так что, я просто, как говорят, я вот правда, вот читать можно, эту матрицу, там еще что-то можно много Evenic Architects как-то вот прочитать это. Я очень много книг в Америке читала, когда мою книгу писала, очень много прочитывала. Знаете, думаю, вот это надо, ээта книга, как-то, знаете, вот это вот, очень много прочитывала, бы, знаете, вот, вот, думать, значит, вот, читать нужно и думать, и размышлять. Продолжение следует... 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 В общем, вы поняли, да? Ну, там много что-то подушечки там оформляла, там покрывала. Ну да, там вот, знаете, там в деньгах, там эти какие-то подушечки, вот это купить, там покрывала, в общем, там что-то там такое. Вот. Ну, хотя он меня поддерживал, я там очень увлекалась фэн-шоем, конечно, Наталья Борисовна Правдина увлекла меня этим фэн-шоем. Я даже когда высчитала мое благоприятное направление, куда нужно головой спать, а у нас такая была дабл королевская кровать, знаете, на втором этаже, в этой королевской нашей спальне, такая шикарная, я не знаю, я таких спален даже по интернету не видела в этих шикарных отелях, такая, настолько пересделал там такой инью-ремонт, то есть он, знаете, тоже, знаете, любил, знаете, такую старину красивую, знаете, такой камень, итальянская плитка из натурального камня, в общем, такая шикарная спальня на втором этаже, просто когда мы хотим, он тогда решил, что нужно другой дом купить, и сколько мы домов там не смотрели, я приходила в любой там какой-то дом в коннектику, ну, так, в общем, думаю, такая спальня, такая ванная комната, я думаю, нет, если бы этот дом состоял только из первого этажа, он говорил, ну, а он там на втором этаже, там такой новый реставрейшн, когда мы с ним уже посоединились, он там на втором этаже реставрейшн такой сделал, если бы этот дом только первый этаж был, я бы как бы и даже и не думала, потому что, ну, там первый этаж как-то так, вот. А вообще, очень шикарные у меня воспоминания, мемори, там два раза в месяц девушки приезжали, убирали дом, я в это время уезжала по магазину, знаете, вот приезжаешь уже, дом чистый, приезжаешь вот с покупками, с organic food, все чисто, здесь мои кошки, ну, моего мужа, банджуси, маруси, еду так, ну, я уже сказала, это organic, там, знаете, все такое, там, эти салаты такие уже готовые, такое все такое покупала, даже мясо, все такое, все вкусное-вкусное, вот, разложишь там, кошечкам, это, тунец такой вот, кошечки кушают, маруси банджуси, из одной головы, такую вот штучку, они вдвоем кушают, прямо на вот этой вот, на зеленом этом граните, около окна у меня обычно, и сама кушаю, понимаете, дом чистый, покушаю, знаете, тишина, красота, если шикарная погода, знаете, вот это лето, в гамак идешь, или книжку там, книжки читать, или в доме, понимаете, огромное количество комнат, чистота, красота, понимаете, атмосфера, обстановка, и вот, знаете, вот идешь, в общем, на самом деле, и думаешь, ну, это ж надо вообще вот так вот. Ах, да, тайм, с самолетом, в прошлый раз, а сколько они летели, по-моему, в это же время, ну, да, или немножко вот этот, самолет один, может, там какой-то пропустил, а самолет, он летит, летит. Ну, знаете, что самое интересное, этот не пошел туда, к лесополосе, этот полетел туда, он вот пролетел, смотрите, вот он летел, я все думала, что это может быть какое-то вот это вот, те же самолеты вот куда-то там, в этот лес прям, а этот пролетел туда, нет, он на эту полосу или куда-то там, он не пошел, он туда пролетел, так что вот. Теперь там какой-то день, когда там вперед у йога, такая уже оделась, я в раздевалке никогда не переодевалась, я не люблю эти раздевалки, я одевала дома, в спортивный костюмчик, как мне уже нужно для спириту йоги, садилась в хаммер, садилась в хаммер, вот, и ехала в спортивный клуб, ну, в общем, да, конечно, нужно прожевывать, знаете, я такая салат ем, рассказываю, в общем, нужно, наверное, покушать, потом уже, это, тоже вторая серия, сейчас я, наверное, вот это вот, там нажму, вот, это будет вторая серия.